и так значит я закончила не все теперь я вижу рука значит смотрите я подняла петли рукава на спицы и у меня подмышечной области образовалась вот такая вот такой промежуток где нет петель значит здесь мы делали подрез две петли до вот здесь и росток у нас два сантиметра и это тоже пошло все в руках поэтому здесь не нужно набрать петли значит я уже один рукав связала и здесь я набирала по подрезу посмотрите 8 петель потом сделала значит по 2 вместе боковых и просто вязала рукав делая убавки значит равномерно рассчитала их значит кофточка у меня конечно не очень чистая она потому что белая и я ее вижу принципе везде да и в машине везде но после стирки она будет аккуратно значит для того чтобы набрать на подрез петли мне нужно взять крючок значит смотрите здесь идут вот так вот если я буду просто набирается так петли у меня будут весь дырки отверстие поэтому я буду набирать вот следующим образом как я всегда это делаю да вот так через две петли значит во первых вот здесь наверно здесь не получается значит смотрите вот так и вот так первая петля первая петля сразу могу ее одевать на спицу чтобы не потерять потом значит здесь если тоже вот так подниму тоже будет отверстие поэтому делаю вот таким образом через две петли поднимаю одну петлю так дальше вот здесь вот таким образом да вот эти и вот одно и вот вторую я поднимаю петлю это будет у меня уже третья петля дальше вот здесь конечно не получится петли потому что она очень растянутая значит надо сейчас думать как возможно вот так вот четвертая петля так дальше пятая петля не перекручиваем их 5 6 6 6 здесь будет 7 так и так я здесь набрала вот вначале у меня всего получилось вернее во здесь начале набора да вот здесь я набрала вот в начале еще одну петлю и у меня получилось я 8 петель набрала так теперь я вижу полностью рукав вот до того момента ну во первых я повесила маркер начало ряда да он прям ровно идет по шву боковому на предполагаемому шву до чтобы у меня обязательно я знала где значит и здесь я не довязываю вот 5 петель вот на этой предпоследние спицы значит мы с вами встретимся мы вяжем все вот так в круговую и вот здесь не довязывая 5 петель вернее вот за одну петлю до начала вот это вот при бабочки я вижу просто лицевыми петлями так на всех четырех спицах так это была вторая спица сейчас будет третья спица и вот сейчас я буду вязать на 4 спицы значит но не полностью вот здесь вот как я уже сказала где я начала прибавку за одну петлю до начала прибавки я значит покажу что я буду делать здесь нет все я довязывала и теперь мне надо вот последнюю петлю которая у меня была на спицы и первую который я начала набирать я 2 вместе лицевым провяжу и здесь подтянул ниточки две штучки вот дальше я буду вязать 4 петли 1 2 3 вернее петли 3 петли провяжу вот а эти петли я переодену вот на эту спицу у меня значит граница между одной спицей другой будет как раз вот эти в середине нам будет проходить боковой шве так все на эту спицу я провязала теперь я буду вязать вот на этой спице 3 петли я провязываю просто лицевыми а четвертую петлю я делаю 2 вместе лицевой вот таким образом все дальше я вижу по кругу один ряд значит смотрите здесь у меня уже вывязаны рукав и я за сделала убавки да то есть здесь у меня широкая часть здесь узкая часть длина вот этой части до манжета вот вместе с манжетом 20 сантиметров без манжета 17 сантиметров значит здесь у меня пятьдесят петель здесь у меня 34 петли прям перед манжетом и уже 10 петель я убавила значит когда начинала вязать манжет значит вот мой мои расчеты это рукав развернутом виде я показала но я буду вязать на круговых спицах значит 50 петель у меня вверху и 34 должно быть здесь перед манжетом 17 сантиметров при плотности в одном сантиметре 3 ряда у меня получается 51 ряд до манжета значит от 50 петель я отнимаю 34 петли которые должны быть внизу получается 16 петель так как я буду делать убавки с двух сторон значит у меня нужно сделать 8 убавок с двух сторон 51 ряд который будет значит на протяжении до 51 ряд я буду вязать разделить на 8 получается примерно 6 6 рядов то есть убавку я буду делать в каждом шестом ряду с двух сторон если вам это может пригодиться сделайте screen эти я сейчас покажу как я буду делать убавки вот они у меня убавки вдоль такой условно средней линии значит смотрите я вижу шестой ряд посты дохожу до четвертой спицы шестом ряду да и провязываю значит до последних двух петель так вот у меня осталось на 4 спицы 2 петли 2 петли я вяжу 2 вместе с наклоном вправо дальше я перехожу на первую спицу да вот у меня есть маркер начала ряда и здесь я вяжу одну петлю лицевую и 2 петли вместе с наклоном влево для этого я их вот так вот разворачиваю петли и дальше вяжу следующие 6 рядов вернее 5 рядов а в шестом уже буду делать опять убавку вот таким образом вяжем рукав самостоятельно до прям буду манжета думаем же это вот у нас пока должно остаться у меня 34 петли вяжем самостоятельно так рука я делаю убавки рукава довязала до манжета и здесь я сделала значит когда начала вязать резинку один на один я сделала 10 петель убавок да то есть у меня было 34 петли я их превратила 24 то сделать сделала 10 убавок для того чтобы у меня рукав слегка вот такой был расширенный перед значит в резиночкой перед манжетом и связала манжет резинка один на один вот значит ну был он три сантиметра и потом закрыла его эластичным способом с накидами вот такой рукавчик получился и так я связала кофточку эти два рукава у меня связаны здесь у меня все связано значит смотрите по поводу горловины я буду вязать здесь капюшон поэтому я делала наборный ряд на такую бросовую дополнительную нить что я сейчас буду делать значит я буду вязать капюшон вот у меня значит чертеж капюшона значит померила я здесь суббого все индивидуально то есть не зависит в общем-то от возраста да вы можете мерить капюшон по готового и какой-то по готовому изделию тот который нравится клиенту значит смотрите у меня высота капюшона 20 значит умножить на 2 потому что капюшон сложен в 2 да то есть 40 сантиметров глубина капюшона самый вот глубокой части 20 тоже вот это значит но если вдвойне это 40 тоже вот и когда я буду я буду вязать вот отсюда капюшон вот как вяжем и чепчики да то есть вот так здесь будут делать убавки и в конечном итоге у меня должно получиться вот возле горловины 28 сантиметров вдвойне это будет по 14 сантиметров если развернуть капюшон это будет 28 сантиметров и затем я планирую его вот здесь вот прикидливать аккуратненько может быть трикотажным швом да здесь вот к резинке пришить значит на спицы номер четыре с половиной я набрала 80 петель так как плотность у меня составляет две петли в одном сантиметре вот и я сейчас буду вязать с три сантиметра резинкой первую кромочную я снимаю а последнюю провязываю изнаночной и начинаю вязать резинкой лицо изнаночная обычной самой обычной резиночкой вяжем самостоятельно на высоту три сантиметра резинка у нас будет так вяжем резинку самостоятельно я провязала три сантиметра резинкой и сейчас я перехожу на спицы номер пять и буду вязать по прямой 15 сантиметров это учитывая и резинку тоже да вот эту резинку всего до убавок макушки до формирования вернее макушки я буду вязать 15 сантиметров лицевой гладью считаем вот от начала резинки 15 сантиметров значит минус 3 12 сантиметров лицевой гладью вижу итак я провязала 12 сантиметров и мне сейчас нужно значит провязать до первого а затем до второго маркера я буду вязать лицевой гладью как и вся моя весь мой капюшон вяжу до первого маркера до первого маркера довязал маркер перекидываю вяжу до второго маркера так уже подхожу к маркеру довязываю все петли до конца довязала последнюю петлю перед маркером маркер убираю значит петлю следующую это будет боковая часть я перевожу вернее я снимаю на правую спицу и одеваю последнюю петлю провязанную на эту петлю все подтягиваю вот я сделала присоединение должна сказать значит разделила я на три части у меня средняя часть 26 и боковой части по 27 петель значит я сделала присоединение с одной стороны теперь я буду вязать и делать присоединение с изнаночной стороны вот эту петлю я снимаю нить вот так наверху мне значит вижу здесь изнаночные петли до маркера так маркер снимаю петлю средней боковой части снимаю на правую спицу и одеваю на нее петлю средней части провязанную подтягиваем чем значит вот таким образом мы будем делать убавки вернее мы будем делать присоединение до тех пор пока у нас на боковых сторонах не останется по 14 петель то есть ровно 14 можно есть маркером даже отметить и здесь когда идете до 14 петли мы будем делать убавки средней части а пока делаем присоединение делаем самостоятельно смотрите я выполнила закругление макушки вот вот у меня задняя часть теперь мне нужно значит к шее сужать заднюю часть вот таким образом она должна быть до для того чтобы значит капюшон садился по голове значит довязала я до того момента когда у меня на боковых сторонах вот они боковые стороны осталось по 14 петель теперь мне нужно делать убавки средней части значит первую петлю я снимаю а затем значит следующие две петли я переодеваю вот таким образом и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот так далее я вижу да вот здесь вот до трех петель значит средней части так раз два три еще четыре петли провяжу так 4 и а значит следующие две петли я опять переодеваю с наклоном вправо вот так и следующую петлю я провязываю лицевой и опять делаю присоединение то есть снимаем петлю и одеваю на нее крайнюю петлю средней части нить подтягиваю вот в результате такой вот такого присоединения посмотрите как здесь аккуратно получается здесь нет ни косички не изнаночных петель здесь просто вот идет вот такая вот дорожка аккуратно и так смотрите значит я сделала присоединение в каждом ряду я его делаю да а убавки средней части я буду делать не в каждом ряду а в каждом значит четвертым то есть сейчас я провяжу изнаночный ряд потом опять лицевой потом изнаночные в следующем значит через лицевой ряд я буду делать убавки средней части а присоединение буду делать в каждой каждом ряду значит вяжем самостоятельно до тех пор пока все петли вот так вот бокового боковых частей присоединяться у нас к средней части и выполняем убавки в каждом четвертом ряду самостоятельно и так смотрите что получилось в результате значит наших убавок и присоединения вот такой капюшон значит дальше что мы делаем набираем вот здесь и вот здесь петли но значит нужно учесть что у меня есть кофточка у которой вот здесь мы на вспомогательную нить набрали петли я уже вспомогательную нить сняла и петли все отдела на спицу значит у меня здесь 42 петли и мне нужно чтобы количество петель на кофточке совпадало с количеством петель по низу моего капюшона для того чтобы потом сшить трикотажным швом значит 42 петли на кофточке здесь у меня 7 петель значит 42 минус 7 остается 35 35 разделить на 2 это с одной стороны 18 с другой стороны 17 5 мне нужно набрать петли буду сначала с той стороны где у меня есть нить рабочие значит для того чтобы у меня вот эти вот петли были с изнаночной стороны я воспользуюсь крючком и буду набирать вот таким образом так немножко не совсем это удобно конечно но ничего так значит мне нужно набрать сначала я просто набираю петли значит следующем ряду если у меня будут лишние петли я просто их значит объединю и сделаю нужное мне количество так одну петлю набрала дальше смотрим значит кромочные петли мы подхватываем за два за две полупетли и одеваем на спицу чтобы не были перекручены значит уже две петли 3 петли 4 петли подтягиваем чтобы здесь разболта на слишком не было 4 петли до 4 1 2 3 4 до значит выбирая пятую петлю 5 петли значит мы набираем все вот вплоть до вот этой вот здесь особенно через две петли обязательно надо через две полупетли вот самую самую крайнюю петлю обязательно сделать тоже петелку самостоятельно набираем значит по этой стороне набрала 18 петель и сейчас я их провяжу лицевой лицевыми петлями так просто лицевыми петлями чтобы петли все были не скрещены нужно обязательно смотреть так я провязываю петли средней части вот и здесь я буду тоже набирать петли здесь мне нужно набрать 17 петель можно 18 в принципе так же как и там ничего страшного не будет значит смотрите если вы можете набирать с помощью спицы набирайте с помощью спицы если вам неудобно спицы набирать набирайте крючком 2 3 4 4 5 5 6 7 8 здесь вот нить очень сильно не вытягивайте 8 8 сейчас минутку будет 9 10 11 12 13 14 15 16 17 так вот здесь 18 я наберу может быть даже вот крючком так тоже получилось 18 значит все правильно сделали значит одну петлю можно будет вот здесь вот где-то в середине сократить так дальше что делаем дальше я еще один ряд вот изнаночный провяжу тоже полностью до конца лицевой изнаночными петлями так я провязала здесь изнаночный ряд вот здесь одну петлю сократила в серединке да у меня получилось ровно 42 петли вот у меня капюшон принципе вот он он готов к тому чтобы его уже трикотажным швом пришить уже к кофточке итак смотрите я правильно все петли развернула и здесь и здесь теперь значит внутренняя сторона капюшона до изнаночной к изнаночной стороне самой кофточки значит я буду сшивать трикотажным швом петля в петлю значит первое движение мне нужно закрепить нить значит у меня здесь значит впереди да у меня нить поэтому я сначала иду вот так вот сзади на заднюю петлю на задние спицы и потом возвращаюсь петлю на передние спицы все теперь значит нить у меня впереди поэтому начинаю сзади значит эту петлю я снимаю первую и вот таким образом вот таким образом завожу за нее и делаю вкол в следующую петлю петли не должны быть скрещены нить подтягиваю так дальше иду вперед в первую петлю и вот таким образом во вторую петлю можно не снимать ее пока вторую петлю так все соединила дальше в эту петлю иду и вот сюда подтягиваю нить так дальше вот в эту петлю и вот так дальше эту петлю сзади и вот так таким образом подтянула нить иду вперед в эту петлю и вот в эту петлю вот таким образом чтобы она не была скрещенной все так могу не сбрасывать смотрите у меня уже получается вот здесь шов петля в петлю так дальше опять иду на заднюю спицу делаю делаю вкол и снимаю эту петлю и делаю вкол вот в эту спину петлю так подтянули иду сюда и вот таким образом вот смотрите что получается здесь все здесь очень нормально аккуратно самостоятельно закрываем до конца ряда так дальше идем опять назад кол в эту петлю и вот так вот не снимаю вторую петлю чтобы ее не потерять так здесь делаем вкол вот таким образом вот вот таким образом и вот таким так нам надо подтягивать иначе здесь рыхлое получается вот так вот так так спереди идем опять назад и следующую петлю вкол делаем у меня двойная нить она толстая немножко конечно получается как будто грубовато но не на самом деле все хорошо так в эту петлю вкол ее снимаем и в эту вкол вот так вот таким образом ее не снимаем дальше опять идем назад сзади в эту петлю и вот так вот в эту петлю все хорошо подтягиваем вот у нас идет шов видите очень хороший продолжаем до конца самостоятельно итак наш кардиган связан посмотрите какой он красивый реглан сверху красивые линии реглана азиатский росток который обеспечивает вот это вот удлинение до спинки на два сантиметра такие красивые пуговички здесь планочка которые вязаны платочной вязкой ажурный низ такой симпатичный рукава который вяжется по кругу значит манжетом резинкой и значит здесь эластичное закрытие резинки капюшон я вязала отдельно как вы помните а затем с помощью трикотажного шва я соединяла его с кофточкой и вывязала вот такие завязки для того чтобы капюшончик более плотно сидел на голове если вам понравился данный мастер-класс ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления и меня зовут Ирина и вы были на моем канале спицы крючок и фантазия всего доброго до новых встреч